Второго числа произошли известные события в Одессе. Да я ничего замечательного, как все, волновался, бегал от радио к телевизору, от телевизора к компьютеру, заглядывал везде, где только возможно, пытаясь вытащить наиболее достоверную информацию, потому что еще множество дезинформации существует. Конечно, произошла такая, какая-то жестокая, немыслимая трагедия, знаете, в стиле гайдамаков, вы знаете, о движении гайдамаков практически средневековом, они же были, ну, как бы, скорее предки современных западенцев, они действовали на границе с Польшей, были крайне безжалостны, ну, детей там рассекали с саблями и прочее. Каждый может зайти в интернет и посмотреть, полюбоваться на эти зверства. Очень жестокие были. Вот, видимо, есть какая-то вот такая традиция. Не будем все говорить, не будем говорить в данном случае об украинском народе, а вот будем говорить об этих приграничных с Польшей территориях и о гайдамаках. Почему? Ну, здесь, конечно, вопросы вот по событиям в Одессе, их множество, их трудно формулировать, трудно понять, трудно осмыслить то, что происходит. Почему это вообще возможно? Знаете, вот основная версия, которая, на мой взгляд, вот выглядит правдоподобно, это то, что ныне уволенный губернатор Немировский дал в Киеве клятвенное обещание, что он покончит с пророссийскими активистами, там у себя в Одессе, ликвидирует палаточный городок. И он запустил, и более того, видимо, стимулировал и, возможно, даже оплатил приезд в город вот этих закаленных в жестокостях майдановцев. Они приехали, и, видимо, все было подготовлено. Видите, сейчас даже я обратил внимание на видео, когда показывают пылающий дом профсоюзов. Заметьте, какое там странное пламя, оно ползет, оно ведет себя ненормально. Это обычно так себя либо напалм, либо вот какая-то такая жидкость ползущая. Это вот очень похоже. То есть, видимо, есть правда в слухах, пока слухах о том, что были употреблены какие-то вот отравляющие вещества. И опять-таки сегодня появились, я видел это в интернете, видел источники, говорящие о том, что сторонники Майдана, западенцы, они ворвались через боковую дверь внутрь здания Дома профсоюзов, и у некоторых из них были противогазы. Это тоже, значит, говорит о подготовке. Это расчетливая такая вот яростная такая злоба, расчетливая злоба. Не смогли подчинить себе восточную Украину, Славянск, Краматорск, не смогли подчинить Донецк, Луганск. И вот выступили в Одессе таким образом. Говорят, что Немировский в основе вот этого всего. Ну, а чиновник, видно, такой с лицом интеллигента и, видимо, с подлой и черной душой. Потому что, в общем, в этом не было, ну, поверьте, понятно, конфронтация, но не было необходимости в массовых убийствах. Теперь же уже говорят, что там свыше ста человек убито. 48, кроме 46 погибших официально, 20 еще неопознанных и 48 пропавших без вести. Вот подсчитайте. То это добрые 120 получится. Это, конечно, тяжелейшая история. И я вообще, честно говоря, думал, что на следующий день российское руководство отдать приказ хотя бы ограниченным контингентам войти и в Донецк, и в ту же Одессу для того, чтобы поддерживать порядок. Не для того, чтобы воевать, а чтобы поддержать порядок и сделать возможным проведение референдума 11 мая. Ведь всего ничего, пять дней осталось. — Эдуард Вениамин, сейчас мы к этой теме вернемся. По событиям все-таки в этом Доме профсоюзов, вы говорите, Немировский организовал приезд в город Майданов. — Это вот версия, я ее видел, и я считаю, что она наиболее правдоподобна. Она сейчас появилась сегодня. Мне кажется, вот она укладывается во все каноны поведения чиновника. Он обещал в Киеве. Его только назначили. Два месяца он просидел на своем месте. Сегодня его уволили. Он обещал, и он сделал... Он беспринципен, безусловно. Он не думал ни о каких человеческих жизнях. Он нанял людей под лицов... У нас называют фашистами. Я не склонен называть фашистами. Это чрезмерно. Фашисты были все-таки... Придерживались определенной идеологии и прочее, прочее. А это шпана такая, для которой человеческая жизнь ничего не стоит. Жестокая шпана. Точно так же они ползут на коленях, когда их как крыс прижмут. Никакой храбрости, чтобы в количестве там несколько... Пару тысяч человек напасть на 500 человек, не нужно этой храбрости. Или как они воевали на Майдане, мы же видим, против Беркута, которому был отдан приказ стоять под градом камней, бутылок, пламенем. Удивительный Беркут, удивительная стойкость проявлена была. Вот об этой жестокости, жестокости этой шпаны буквально через пару мгновений. Эдуард Лимонов, студия Русской службы новостей. Вот эта вот жестокая шпана. Вот эти майдановцы, которых нанял, не нанял Немировский, даже сейчас, может быть, не так важен этот вопрос. Как бы это могло быть? Они могли приехать, разогнать их, скрутить, не знаю, там, отвезти в киевские застенки, как это происходило в других регионах. Но та вот необъяснимая, как люди, если это подростки, тем более, сжечь людей заживо, как это можно? Я человек, которому 71 год. Я был на, по меньшей мере, на пяти войнах. Я видел пленных, какие они жалкие, самые жестокие пленные. Для меня это все неудивительно. Это психология человека. Когда идет толпа, она идет победоносная, она впадает в такую ярость, такой амок такой, есть понятие. Когда все крушит, ничего не понимает, добивает людей. Прыгали люди с верхних этажей, спасаясь от пожара, их добивали. Мы видели эти все кадры. Сейчас удивительное время, когда ничего, не нужны свидетели, не нужны допросы. А вот появляется в Ютубе, смотришь и видишь, как это все было. И это обличительное время. Но вы это видели на шести войнах, чтобы людей сжигали заживо, чтобы убивали беременных, чтобы расстреливали в головы, обливали живых головы? Обычно классическая такая, ну даже малая война, она все равно несколько дистанционная. Там стреляют из гаубиц, стреляют из минометов. И, конечно, между сербами и хорватами война была очень жестокая. Вот сейчас это немного напоминает эту западенскую Украину. Украину и вот восточную часть Украины, где живут и русские, и украинцы. Но они российской цивилизации принадлежат. А те принадлежат какой-то цивилизации гайдамаков. В общем, малые народы очень часто жестоки. Вы знаете, это надо понимать. Большие народы могут быть отходчивы. А вот у малых, это мое личное наблюдение такое, а у малых бывает такая ярость мстительная. Я, знаете, я не удивляюсь жестокости человеческой. Я просто считаю, что не надо ставить, очень опасно ставить людей в ситуацию, когда они могут проявить свою жестокость. Вот очень виноват, несмотря ни на что, господин Янукович. Очень виноват. Он своей вот этой... Он много раз уже говорил, что он там не применял силу. А это плохо было. Надо было применить лимитированную силу на начальных этапах вот этого западенского восстания, чтобы подавить их. И не было бы того, что мы сегодня видим. А не было бы, вы полагаете? Я думаю, не было бы. Не столкнулся бы он с тем же. Не, в таких форумах бы не было. Знаете, вот мы и наблюдали Майдан, как это происходило постепенно. Нам сейчас говорят, там девушки со сцены на скрипках играли. Ну да, играли. Играли. А потом пришли те, кто стал играть на арматуре и на этих самых, на бейсбольных битах по головам. Играют. Хорошо играют. Скоты. Тут возмущаться вот не надо. Надо бить в ответ. Надо бить. Вот они раскалывают. Бить. Есть определенная черта, за которой люди уже не понимают никаких аргументов. Я говорю об этом с сожалением. Не понимают. Посмотрите, кстати. Очень обнажает души людей интернет. Посмотрите, сколько там злобы. Какие черные души. Часто у наших современников. Не у всех. Но есть. И вот эти черные души при каком-то попустительстве. Вот они бегут, такие слабые, якобы костлявые мальчики. Но их много. И крушат все на своем пути к черепа. И удивляться не надо. Надо крушить свою очередь черепа. Это так устроен мир. Ну, тут тоже несколько вопросов. Они такие почему? Знаете, дело не в том, что мы хорошие, а они плохие. А дело в том, что у них совершенно противоположные нашим цели. Плюс они как бы... Ну, мы там читали о французской революции. Мы знаем о Гёте, там, стихи Гейна. Я не знаю. Все это мы знаем, знаем, знаем. Мы оккультурены. А эти ребята из сел. Из образования культуры. Ивано-франковских каких-то сел. Безработные. Которые только... Вот что они клич. Они же шли с этим кличем 2 мая по Одессе. Москалей на ножи. А москали это не только мы с вами в Москве. Это вот москали в Одессе. И все, кто говорит на русском языке, это москали. И восточная Украина, это москали для них. Вот эти девки молодые, которые готовили коктейли Молотова. И вы видели тоже эти кадры в интернете, которых сейчас разыскивают там в Одессе. Девок в тюрягу. Вот всех в тюрягу. И глубоко в казематы. Это, знаете, преступление совершено. Как бы ты там его не совершил, там, напившись. Или в компании дружков. Или тебя бес попутал. Или там начальник приказал. Ты совершил гад преступления. Значит, отправляйся. Самый тяжелый каземат. И будешь там гнить. Эдуард Вениаминович, но здесь вот ведь какая проблема получается. Те, кто совершил преступление, их, на ваш взгляд, я не знаю, их мало, их десятки, их сотни. Потому что это Одесса, это Славянск, это Донецк, это Киев. Это, может быть, какая-то часть современной Украины. Она, не знаю, маленькая, она большая. Но это какая-то часть, вот, а что с ними делать? Нет, вы говорите сейчас о людях, которые восстали. А вы имеете в виду их противников, я бы так говорил, вы говорите, те, кто совершил преступление. Потому что, если мы говорим с вами, давайте объективно вот разберемся. Если мы говорим с вами, например, о Славянске, город, они что, шли на Киев? Нет, у них никаких намерений не было. Они что, вторглись в Ивано-Пранковскую область? Или в Винницкую? Нет. Нет, они хотели... Хотели просто жить. Они хотели... Даже не просто жить. Они хотели обеспечить проведение референдума. Они сказали, 11 числа мы проведем референдум. И сделали все для этого. Там не было убийств или не было... Если какие-то были случайные стычки, то мы видели, что они были... Но если не бескровные, то хотя бы лимитированные. Ничего такого. У них нет вот этого Дрангнах, куда там, Вестен или куда там, на восток, на запад они не шли. Никуда не шли. Они оставались у себя там, где они родились и жили в тени этих шахтов, этих копров. И это факт. Это к ним приехали из Винницы, из Ивано-Франковской, из Киева. Вот вся эта подлота приехала и хочет заставить их жить так, как они не хотят. Вот вся история. Это оправдывает... Тут сразу весь этот конфликт становится очень понятен, когда ты понимаешь, что географически эти люди с Востока, они не пытались навязать свою жизнь кому-то. Они пытались отстоять свою жизнь у себя дома. Это к ним пришли незваные гости. Вот эти незваные гости. Это к ним сейчас посылают карательные отряды. Это в Одессу, одессу солнечную, цветущую, там, веселящуюся, несколько легкомысленную, на мой взгляд, пришли эти угрюмые парубки и с этими криками москалей на ножи. Я бы на месте Одессы сейчас бы поголовно восстал. Пора, ребята, пора. Вы что ждете от этой мрачной пакости? Ничего хорошего там не будет для вас. А Славянский и Краматорский тоже сейчас еще чуть подробнее. Вас спрашиваю, просто вы упомянули вот те, кого называют подлоты, и вот эти каратели, которые приехали с разных западных регионов. Вот наши люди на Востоке, в Донецке, в Харькове, это наши люди. Мы знаем, как с ними жить, мы знаем, как с ними соседствовать, будь то одно государство или соседние, независимо от того года. Правота, я вот только что объяснил, в чем правота. Нет, а с теми что делать? Восточные не движутся на запад, не движутся, они вообще никуда не движутся. Они у себя дома и говорят, отстаньте от нас, дайте нам решить свою судьбу. Вот все, что они хотят. Я имею в виду, как вот в будущем сожительствовать с этими областями, которые... А сожительства уже никакого не будет, уже никакого сожительства не будет. Никто не простит эти трупы уже, вы знаете, это... Я видел вот и войну в Приднестровье, и войну в Абхазии, и никакого сожительства после вот этих рек крови, когда кровь протекла, да, между двумя народными коллективами. В данном случае практически народ один, да не один. И между двумя вот этими вот группами населения уже не будет ничего, не будут они жить вместе. Если раньше еще можно было надеяться, что о чем-то договорятся, не, не будут, теперь уже даже не заставят. Если даже Киеву удастся вдруг подавить сейчас вот эти восстания в Донецке и в Луганске, потому что Россия сидит, молчит, нахохлившись и ничего не делает, то все равно это через месяц опять вспыхнет, через полмесяца опять вспыхнет, не здесь, в другом месте, и пойдет. И уже не простит Одесса никакая. Это, понимаете, это зов как бы мести и зов крови. Уже не будет мира, все, они сделали, они сделали все, что могли для того, чтобы единой Украины не было бы. И слава богу, она и не нужна, единая. А там какой будет Украина через пару мгновений в студии Эдуард Лимонов? Русская служба новостей. Мы делаем новости. 26-22 минуты. Эдуард Лимонов здесь, в студии Русской службы новостей. Уже не будет мира, и Одесса не простит. Какой будет Украина? Ну, будет как минимум еще две Украины. То есть, Крым уже отделился, это как бы была тоже часть. Но будет как минимум две. Будет вот западная Украина. Возможно, даже Киев в конце концов покинет это сборище. Будет западная Украина, которая очень, очень... Появление которой очень хотел Европейский Союз и Соединенные Штаты. Больше всего Соединенные Штаты. Почему? Украина вообще лакомый кусок. Подумайте. До того, как она стала трещать по швам, 45 миллионов человек. Из них там свыше 8 миллионов русских. То есть, всегда можно шантажировать Россию, надавливая это в той или иной степени на этих русских. Теперь, это, конечно, источник напряженности. Вот то правительство, которое поставили Соединенные Штаты, они поставили. Вспомните слова Виктории Нуланд, которая сказала, Кличко не годится, там тягнебок нет. А вот Яцик Яценюк, он годится. Через полмесяца он стал исполняющим обязанности премьер-министра. Все там понятно. Они поставили, это не выдумки патриотов, ультрапатриотов, не теория заговора. Это конкретные вещи. Мы это видели, следили. Мы смотрели, какой истерики приезжали официальные лица Соединенных Штатов и Европейского Союза. Приезжали министры иностранных дел, приезжали вот этот знаменитый МакКаин, сенатор, как я его называю, МакКейн, конечно, но пишется он как МакКаин. Вот этот МакКаин, который был сбит там во Вьетнаме. Теперь Керри, сколько раз уже там был. Керри Ястреб, он воевал тоже во Вьетнаме. Он гад такой, военная сволочь, такой же повстанец. И вот они очень хотели добиться этого, вот они добились. Будет такое государство, как, знаете, я вот не люблю Албанию. Ну, пусть меня за это простят. Не люблю Албанию. Речь не идет там об албанцах, которые в них тоже, видимо, что-то есть нехорошее. Но Албания вот агрессивное государство. Может быть, потому что они враги моих друзей-сербов. Долгое время были. И посмотрите, какая это была бесшабашная. Сейчас я перестал за ними следить. Как-то недосуг за всем не уследишь. Но мне кажется, Украина будет похожа вот на Албанию вот периода там 90-х годов. Агрессивное государство, сующееся повсюду. Помните эти знаменитые полевые командиры албанские? И сейчас один из них, по-моему, чуть ли не президент Косова, который занимался продажей человеческих живых тел на эти самые, на органы. Об этом, помните, говорила бывший председатель Гагского трибунала. И мы это все знаем. Вот это будет что-то вроде Албании. Украина будет постоянно враждовать с Россией. Постоянно предъявлять претензии за Крым. За ту Украину восточную и южную, которая отделится. И которую сейчас все чаще называют Новороссией. То есть вы говорите о той Украине, которая останется, где будут жить каратели, фашисты, сочувствующие, поддерживающие. Да, вот будут эти области, соседствующие с Польшей. А как вот они будут жить между Европой и Россией в 21 веке? А Европа будет им подбрасывать куски. Их не так много. Натравливают на Россию. Население там будет миллионов 10-12. Вполне хватит для того, чтобы создавать на наших границах напряженность. Для того, чтобы держать нас постоянно в нервном состоянии. Вполне хватит. Это уже свершившийся факт. Не думайте, что это. Они сейчас цепляются за восточную и южную Украину, которую не удержать. Но я думаю, в душе они уже смирились. Они понимают, что они теряют это все. Или потеряли. Но у них остается, безусловно, вот эта, как бы, своя их территория. Каким образом Россия тогда сожительствует с соседей публикой? А что делать? Ну мы что, живем только с прекрасными государствами рядом. Мы же живем с НАТО. Тоже подлецы отменные. И как бы с лисией улыбкой. Сколько лет они делают дружественные мины. При этом подвигают. При этом включили все бывшие государства социалистического лагеря. Включили уже в НАТО. Посмотрите. Они же нам обещали, что они не будут расширять НАТО на восток. Ну как? Ну сказали, знаете. Сказала-мазала. А Васька слушает, да ест. Они делают свое. В этом нет, понимаете, в этом нет даже особой какой-то злобы. Они поступают согласно... Вот они большая сила. Большая сила всегда стремится к распространению. К контролю над всем миром. Над наибольшими, возможно, наибольшими территориями. Поэтому все, что можно противопоставить им, это не возмущение морального характера. Там типа, ах вы. А просто бить их во всех смыслах. Бить в морду. Бить, лишать возможности. Или обрезать их агрессивность. Показывать им каждый раз, что они смертны. Их это вы имеете в виду... Я имею в виду прежде всего... Нет, я имею в виду прежде всего Соединенные Штаты и их марионетки. Европа тоже агрессивна. Она в меньшей степени. Она где-то там на вторых ролях. И самые агрессивные в Европе, кстати, вот вы знаете, это не немцы, не французы, это голландцы. Очень агрессивная нация. У нас не принято говорить о нациях. Можно за это еще какая-нибудь палата привлечет к ответственности. Но на самом деле здравый смысл требует... Надо вспомнить историю Нидерландов. Они партизанили против испанского владычества. И имели право, и все это. Но выросла такая хард, такая крепкая, сильная и очень агрессивная нация. Знаете, 75 тысяч голландцев участвовали в ВАФНСС. Простите меня, и шли к нам. Сейчас об этом не хотят, не любят вспоминать. Для сравнения, французов было только 22 тысячи в ВАФНСС. А тут 75. Теперь вы смотрите на их современное поведение. Они всегда в первых рядах, они постоянно с Соединенными Штатами. И в Афганистане, и в Ираке. Они первые отзываются. Очень агрессивные. Зато всем цветочки продаются. Ну, цветочки, знаете. А Соединенные Штаты? Вы говорите, бить по ним и их... Соединенные Штаты надо загнать в их собачью будку на североамериканском континенте. Они должны знать свое место. Вот у нас есть столько силы, что... А это возможно, слушайте, столько силы. В 92-м году сомалийцы, сомалийцы с какими-то ржавыми калашниками взяли и победили американский спецназ. Американцы убрались, черты матери. Потому что сомалийцы оказали... Сомалийцы оказали такое сопротивление. Такие были потери, что американский конгресс... Вы знаете, они боятся больших потерь. Как только большие потери, они немедленно убирают войска. До этого, в 82-й год, Ливан, вот я вам напомню историю простую, современную, смертник вез огромный, чуть ли не КАМАЗ-взрывчатки на американскую базу морских пехотинцев. Сейчас точную цифру не помню, но точно свыше 250 человек погибли. Немедленно морские пехотинцы погрузились на свои линейные корабли и отплыли к чертовой матери. А Иран сколько, как их ставил на колени с 79-го года? Американцам побеждать можно. Писатель Эдуард Лимонов, здесь в студии Русской службы новостей. Обязательно продолжим после новостей. Программа «Без вопросов» на Русской службе новостей. 26.34 минуты, вторник, Москва, Русская служба новостей. Писатель Эдуард Лимонов здесь традиционно на РСН в этот день недели. Я его собеседник, Игорь Измайлов. Эдуард Лимонов вы можете видеть на своих экранах. Да что видеть-то? Я как-то посмотрел, ничего особенного не видно. Какие-то сидят мелкие человечки. Увеличим. Надо увеличить. Надо увеличить, да, еще доставим камеру, но чуть позже. Славянск-Краматорск. События в этих городах, о чем вам говорят? Я оцениваю их поведение героическое на отлично. То есть фактически у них нет, естественно, никакой ни артиллерии, ни авиации, никаких современных. Даже, собственно, БТРы эти захваченные, они, по-моему, используют скорее для перевозки своей пехоты. Ведут они себя отлично. Вот как профессиональные военные держатся, и, смотрите, уже пять дней, по-моему, четыре дня держатся. Просто можно сказать... Я, честно говоря, даже не ожидал такой вот военной живучести, как они сумели. Видимо, много бывших военных, видимо, много ветеранов Афганистана, Чечни. Они молодцы, короче говоря. Но представители говорят, что долго не продержатся, потому что силы не равны. Ну, силы-то не равны, но, с другой стороны, смотрите, мы пока наблюдаем такие карательные экспедиции. Вот что еще интересно, что, конечно, у Киева нет сил на оккупацию. Что такое оккупация? Вот была немецкая оккупация. Это в каждой деревне стояло какое-то немецкое воинское подразделение. Они контролировали территорию, диктовали политику. На это у Киева нет сил. Они же сами признали, что у них там где-то шесть тысяч человек годных для боевой службы. А все остальное просто там количество людей, полуодетых в какие-то армейские обноски. Поэтому нет у них сил. Они вот наскоками. Я даже вижу, как у них эти наступления, видите, захлебываются все время. Они же не довели до конца ни одного, собственно говоря, вот этого наступления. Захвачен ли Славянск? Нет. Захвачен ли Краматорск? Нет. Кстати говоря, у нас вот с Краматорском непосредственная связь есть. Там есть нацбол и все. И они говорят, что огромная дезинформация. Что вот после третьего мая уже никто туда не совался. А у нас идет почему-то киевская информация. Даже на Live News у вас я слышал, что якобы захвачен весь Краматорск за исключением центра. Наши люди опровергают это. Они говорят, что ничего подобного. Чтобы они откатились. На корреспонденты, на окраинах работают. Тоже говорят, что разная информация поступает. И когда что-то идет из Киева, они не подтверждают эту информацию. Ну, просто я хочу сказать, что идет, конечно, огромная дезинформация. Киевская вот эта вот геббисовская или как ее там машина, она работает. Им выгодно преувеличивать свои успехи безусловных. Особенных успехов я не вижу. Ничто не захватили. А их обещают усилить Соединенные Штаты. Ну, Соединенные Штаты могут... Какие паспорта? Но Украина раздает паспорта. Украина раздает паспорта, да. Ну, знаете, я уже чуть ли не второй год на русской службе новостей. Я говорил давным-давно, что все, что НАТО не вмешается, что будут добровольцы из Прибалтики, из Польши. Ну, так и есть. Вот из стран Балтии, Польши. Вот они раздали уже 300 паспортов. Вот много ума не надо. Не нужно думать, что я прямо... Я предвижу многие вещи, но вот такие вещи, это нормально. Это опыт, да, показывает. Но 300 паспортов погодой не делают? Погоды не делают. Ну, может быть, они еще 600 не раздали, а наемники есть. Наемники будут. И ничего в этом удивительного нет. Потому что, ну как, ну наемники нужны. Нужны квалифицированные военные кадры, которых у Украины, у самой нет. Однако это все, ну, перебьют наемников рано или поздно. Тогда вот какой вопрос. Через неделю, когда мы с вами встретимся, уже, по идее, должен будет пройти референдум. Да, уже референдум пройдет. Мы с вами, видимо, 13-го встретимся. Значит, пройдет референдум. Полагаете, пройдет, смогут провести. Знаете, конечно, это не будет таким референдумом-референдумом, который прошел бы в мирное время или как тот, который пошел в Крыму. Но в основных чертах мы будем знать результаты. А результаты, на мой взгляд, сделали, вот за последнее время, Киев сделал результаты неизбежными. То есть, они будут либо за, там, по-моему, три вопроса, за независимость. Только за независимость. Да, только за независимость. Они долго формулировали, видимо, последний вариант только за независимость. Да, они будут за независимость. Как можно жить с Киевом, который их убивает, убивает их отцов, детей убивает. Посмотрите, трупы эти. Мы же видим все это. Вот в чем преимущество современного мира. Что мы видим, мы видим, мы видим, как везут раненого, как неловко санитар его руку передвинул. Она у него упала, знаете, в направлении немыслимом. То есть, у него кость там перебита. Он застонал. Мы все это видим. Эдуард Лимонов здесь, на Русской службе новостей. Сегодня Олег Царев сказал о том, что референдумы в Луганской и Донецкой областях станут отправными точками в создании Новороссии. Вы сейчас видите тоже этот путь, что вот со следующей недели, если эти референдумы пройдут и результаты... Олег Царев, бывший депутат партии регионов, без мыла лезет везде, задницу и куда угодно. То есть, его особенно никто не просил. Он там не воюет, он там никого не представляет. Он и в Харькове носился, мы знаем. Он делает карьеру. Вот, может быть, соответствует нашему Илье Пономареву, Илюшеньке этому. Я не очень доверяю. Я доверяю людям, которые сейчас воюют, которые начали это движение. Вот, я доверяю этому мэру Славянска, Пономареву. Он такой мужичок, хитренький такой, но твердый и сильный. Смотрите, как он все устроил, сделал. И, в общем, небольшой город стал, что называется, центром сопротивления. Вот, а Царев, вот сейчас мы с вами слышали в перерыве, уже и Порошенко говорит о том, что в Одессе, Порошенко, кандидат в президенты, ставленник, олигарх, уже говорит, что в Одессе был употреблен определенный газ. Он что делает? Точно так же, как и Царев, он пытается на волне вот этого народного возмущения отхватить себе что-то. Какую должность, да, чтобы его выбрали. Ну, Царев снял свою кандидатуру. Царев тоже метит куда-то вот. Ну, не будем говорить о людях-прихлебателях. Будем говорить о тех, кто осуществляет конкретно сегодня борьбу. И мы их знаем и видим каждый день. Это чего не хочет понять своим слабым умом ни в ООН, ни в Европейском Союзе, ни в Соединенных Штатах не хотят понять, что это на самом деле народная революция, чтобы простые корявые люди встали, да, они иногда говорить не совсем там умеют там, и вид у них не как у Лаврова, да, и не как у наших дипломатов. Но это настоящие люди, это, в конце концов, наверное, если будет победа, их оттеснят, как обычно бывает. Вот, оттеснят более ловкие, в пиджаках, с галстуками, вот, всякие Царевы. Но будем надеяться, что это случится не скоро. Я вот очень в большом восторге от того, что там происходит в Донбассе. Это очень редко бывает. Вот вы упомянули ООН там и другие организации. Накануне стало известно, что общественная палата готовит иск в ЕСПЧ. Чем мы здесь, был круглый стол, на РСН вы обсуждали, я не говорю, что, ну, во-первых, это работа дипломата, во-вторых, задача, вот, ПАСЕ слился. Это работа правозащитников вообще. Это замена, знаете, что такое Госдума? Она все четко чувствует. Она чувствует, что хочет хозяин, что хочет власть российская. Российская власть не хочет вмешиваться в конфликт, не хочет помогать Востоку. По каким-то ее, ради соблюдения, может быть, каких-то международных норм. Может быть, договорились за нашими спинами, что мы, Запад сказал, мы не претендуем на Крым, забирайте себе Крым, зато вы не лезьте в Восточную Украину. Вот сегодня даже НАТО удовлетворенно сказала, что у России нет планов вторжения в Восточную Украину. На мой взгляд, это очень плохо. Не надо прямо угождать Западу. Запад свои интересы защищает зубами и клыками. Мы не должны идти у них на поводу. Нужно помочь людям или как минимум разрешить добровольцам ехать в Украину. Открыть часть границы. Там уже есть в Луганской области, с той стороны границу открыли. Открыть, снабдить оружием. У них же есть наемники из Балтии. А мы не наемники. Мы поедем с чистым сердцем и с добрыми намерениями защитить своих братьев, помочь им. Здесь просто интересный вопрос касательно ЕСПЧ и вот этой работы... ЕСПЧ это задница, извините, не сказать хуже. Я вам говорю как человек, который, как председатель политической организации, которая подавала 42 жалобы в ЕСПЧ. В ЕСПЧ? Да. Из них были удовлетворены самые мелкие и самые такие, которые, ну, там, за незаконное задержание, там, в тюрьме содержание, там, по пять тысяч евро, по шесть, там, ребятам за полтора года, за два. Процессы в ЕСПЧ освещаются? ЕСПЧ, если кого-то не любит, оно не будет рассматривать дело. Вот, например, у нас есть ряд дел о правомерности, там, например, нерегистрации или отказе в регистрации партии, или запрещении партии. ЕСПЧ их семь лет не рассматривает, да? А, например, партию Рыжкова, они вот так с одного раза взяли и рассмотрели. То есть, ЕСПЧ пристрастно, тенденциозно и обыкновенная, ну, как, ну, такая богодельня. Это вот, я думаю, русские люди уже успели разочароваться в этом. Это какая, это что, госнебожители? Или, а это что, люди, относящиеся ко всем в равной степени справедливо? Да нет, да ничего подобного. Инициаторы говорят как-то, что подали для того, чтобы правду доносить до европейцев. Да какую правду? Во-первых, у них не примут, не примут этого. Нет, по статусу, не полагаюсь. Государственная дума подала... Общественная палата. Это они делают вид, что они что-то делают. Государственную думу... Общественная палата подавала? Ну, общественная палата, Государственная дума пытается сейчас подать на Одесскую эту трагедию. Общественная палата, кто у нас? Господин Федоров, по-моему, или Федотов? Федоров, Федоров. Федоров? Ну, вот, ну что, этот человек с бакенбардами мне никогда приятен не был. Это все не самостоятельные органы. Общественная палата при президенте. Президент не хочет идти в Восточную Украину. Общественная палата делает дымовую завесу вокруг. Мы не... Президент пошел в Крым, браво, отлично. Но вот если он не идет в Восточную Украину, я говорю, это не браво, это плохо. Эдуард Вениаминович, мало времени остается. Сейчас к вопросу перейдем. Я не могу вас не спросить в преддверии 9 мая. Я понимаю, что для вас этот день. О чем вы думаете? Какие фильмы любите, пересматриваете? Какие песни поете? О чем плачете? Да, не фильм. У меня за исключением отца, который все-таки был этот самый НКВД, МГБ, и из-за этого и выжил. А все погибли. И два моих деда, и мой дядя Юра, брат отца, погиб под Псковым. Все погибли. Все мужики погибли. В семье, и никого, я никого не видел. Ни дедов живых, никого. Не застану. Поэтому, да, поэтому для меня, конечно, это великий праздник. Я только не люблю современное вот это вот все эти поедание каш там и гопаки эти на Поклонной горе. Знаете, у меня какое-то несколько интимное отношение к этому празднику. Я считаю, что я ведь из военной семьи, я жил какие-то все детства. Мы прожили на третьем этаже при штабе дивизии. Домов не было в Харькове на Красноармейской улице. До сих пор этот дом стоит. Удивительно, все вокруг разбомблено. И вот мы жили, и я помню военные похороны, как везли там на Лафетике, потом в грузовиках, кумача много, оркестр, медали несли на бархатных подушчиках. На меня это производило такое впечатление, сильнейшее такое. До сих пор я все это помню. Тогда люди умирали, смерть была возвышенная. А сейчас куда-нибудь сунут мешок картошки и в автобусе куда-то быстро с глаз долой. А вот тогда было видно, кого хоронят. Большой военный, много людей шло за гробом, много подушечек с орденами. Поменьше, значит, поменьше. Это 9 мая. Мы положили в Берлине 100 тысяч за две недели. 100 тысяч солдат и 200 тысяч раненых. Сейчас находятся всякие доброходы из той же семьи, из таких же людей, которые говорят, а надо ли было оборонять Ленинград? И вот те же говорят, а надо ли было брать Берлин? Вас не спросили, козлы, вот буквально. Есть история, люди решают. Решали, что это наша честь, что это подымет нашу... Нам надо было вступить в это. Надо было отомстить, в конце концов, в этот праведный гнев. Надо было отомстить за блокаду Ленинграда, за разоренные наши города, разбомбленные. Нам нужен был Берлин, и надо было его взять самим, что мы и сделали. Хитрые американцы тоже подсчитали заранее. У них были эти же цифры. Они знали заранее, что 100 тысяч будут убитыми и 200 ранеными. Они не пошли брать Берлин. Зато, знаете, есть вещи очень удивительные, которые сейчас никто... Все забыли или не знают. Например, Нью-Йорк Таймс писала, что Берлин надо... После того, как русские его взяли, что Берлин надо разрушить до основания, пройтись по нему плугом, как по древнему Карфагену. А русские газеты... Русские писали, нет, нельзя, нужно отстроить Берлин. Удивительные вещи. А Сталин был против того, что... Ну, Сталин, да, но главное, что у нас газеты писали об этом, да, была полемика, американцы хотели уничтожить. Это великие, да, теперь лучшие друзья, мерки такие, прямо... Подлые люди, подлые. Чудовищная вещь сейчас... Чудовищная. Знаете, я вам сейчас еще на закуску могу сказать, что люди не знают свои собственные истории. Они не понимают истории. Они, например, не понимают, что еще в 52-м году Сталин предлагал объединить две Германии. Да? Только с единственным... Американцам предлагал. С единственным условием, чтобы они не были бы милитаризированы. Имеется в виду демилитаризированы. Нет, Запад не согласился. И почти в то же самое время, еще при жизни Сталина, он предлагал взять СССР в план Маршала. Представляете, что? История совсем не та, за которую нам ее выдают либералы и все эти люди. Я открывал... Сейчас заканчиваю все. Смотрю на... Открывал свою историю, живя на Западе. И читал их книги. И книги там есть. Очень классные, интересные. Когда читаешь, то понимаешь, что история совсем не та. Например, 1947 год, войска французские, те же самые, которые... Знаменитая резистанс, которые освобождали Францию вместе с войсками союзников против гитлеровцев. Они подавляют восстание мальгашей на Мадагаскаре. 70 тысяч человек вырезают. Вот парадоксы истории. Она совсем не та. Не та, не та, не та. А как так получается, что мы всю жизнь стоим за правду, за мир и... А потом говорят, что мы такие же... А мы немножко растяпы. Американцы все равно... А мы немножко растяпы. Вот в чем все дело. Я вас уверяю, что если бы в свое время были бы переведены, изданы многие книги, даже только это, люди бы, которые несли бы настоящую версию истории, а не то, что придумано, да? Вот было бы... Говорить надо было честно и тоже не врать. Было бы все по-иному. А сейчас у нас выросло поколение людей, не помнящих, не знающих. Родство. Да. Времени, к сожалению, остается. Мы обещали. Давайте хотя бы... Здравствуйте, добрый вечер. Очень коротко. Тезис на ваш вопрос. Наушники. 7-8-8-107-0. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Да, как вас зовут? Меня зовут Алексей. Коротко вопрос ваш, Алексей. Да, вы знаете, у меня вопрос только один. Скажите, пожалуйста, вот ваш прогноз по в течение полугода, ближайшего полугода, что в целом будет с Украиной? Спасибо, Алексей. Прямо несколько секунд. Я думаю, что за полгода не кончится. Океан разбушевался, восточная Украина бурлит. И сейчас и Одесская область будет восставать. Нет, это полгода, это мало, мало, больше. Года полтора будет все это успокаиваться и входить в границы. Появится новое государство, безусловно, новые государства на территории нынешней Украины. Это неизбежно, чтобы там яйценики не вытанцовывали. Эдуард Лимонов, студия Русской службы новостей. До следующего вторника. Будем надеяться, что будут итоги, которые мы с вами обсудим. В конечном счете все будет как надо. Оптимистичный. Нет, ну то, что вас устраивала та Украина, которая была до этого, меня нисколько. Никого не устраивало. Все, давайте, привет.